Привет, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. На протяжении целых 30 лет моя гостья живет и купается в Божьей славе. Стоит признать, что такое встречается нечасто. Давайте согласимся с этим. Она ощущает, видит и переживает ее. Славы становится больше далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. А знаете, я был гостем Дэянат на ее телепрограмме в рамках сверхъестественной сети. Однажды в этой сети произошло то, чего никогда не происходило. Когда ты выступала, Божья слава была столько ощутимой, что она прошла через камеру, и наш дорогой оператор упал в студии. Он лежал без сознания примерно 20 минут. Он переживал чудесное Божье исцеление. Нечасто такое бывает с операторами во время съемки телевизионной передачи. Да, Вича, вы сняли выпуск с моим участием. Так вот, расскажите случай о парне с ампутированным пальцем. Как это было? Расскажи мне. Да, я передала ему слово знания. Бог исцеляет ваш палец на руке. Я сказала, если вы смотрите на 100, напишите мне. Я узнала об этом после прочтения вашей странички. Там человек оставил комментарий. Мужчина рассказал о травме. Врачам пришлось удалить часть пальца. Мужчина написал мне, когда вы сказали слово знания и попросили посмотреть на руку, я увидел, что мой палец исцелился. И это сверхъестественно. Теперь расскажите о даме, которую больше 20 лет мучили боли в спине. Знаете, одно из плеч этой женщины было выше другого. Что произошло, когда я подошла к ней и помолилась за ее плечо, которое было ниже? Когда я положила руку на плечо, два человека с первого ряда вздохнули. Я подняла руки, ее плечи стали ровными. Эта женщина сказала, ура, мои плечи, спина и ноги теперь не болят. От радости она опустилась в пляс. Сит, она избавилась от боли в тот вечер. Ходатай написал мне, я верю в то, что Бог исцелил не только ее плечи, спину и ноги. Это было нечто большее. На следующий день я позвонила ей, хотела проверить состояние. Женщина ответила, боли нет, все в порядке. И вдруг женщина закричала, вот это да! Что происходит с вами? Она сказала, Бог побудил меня встать. Моя рука выросла, слава Богу! Это удивительно. Мы прославляем Господа! В 1998 году эта бедная женщина попала в аварию. У нее были переломы пальцев, ее руки были сильно травмированы. Эта сестра долго верила и молилась о своем чуде. И вот оно произошло. Но потом она увидела Божью славу. Господь сдержал Слово. У нас было Слово, и Иисус явил Свою славу на том собрании. Что такое Божья слава? Вы понимаете, слава Бога – это Сам Бог, приходящий в полноте самого Себя, как наш любящий Небесный Отец. Слава Бога проявляется через Его великолепие и величие Его естества. Бог хочет, чтобы мы знали Его, как нашего Отца. Он хотел земную семью. Являя славу, Он открывается, как любящий нас Отец. Как Божья слава сошла на вас? Творец открыл мне свою славу через любовь, проявленную ко мне моим Небесным Отцом. Это было, когда Он исцелял меня от обид, нанесенных Папой. Папа насиловал меня и оставил, в конце концов. Я была подростком, и я была вознесена в Духе. Я не знала, что это такое, но я узнала, что я умею летать. Я уже говорила об этом. Я была на крыше и смотрела на себя. Небесный Отец возродил меня полностью. Он простил меня. Потом пребывание в божественной славе преобразило мою душу и мои поступки. Бог исцелил меня. Это было 30 с лишним лет тому назад. И дело в том, что никто вас не наставлял и не учил вас о славе Бога. И вы отличались от других верующих. Да, Сид, вы совершенно правы. Меня учил Бог. Допустим, Святой Дух открыл мне то, что я искуплена кровью Христа. А как слава начала проявляться? Господь давал мне ощутить свою славу, когда я проводила время наедине с Ним. Вы знаете, когда я общалась с Господом в своей тайной комнате, Божья слава пришла в форме тумана, так что потолка и двери в моей комнате не было видно. И вы представляете, Сид? Так было каждый раз. И после этого слава Небесного Отца проявилась в гостиной. Смотрите, из-за густого облака потолка и двери не было видно. Поэтому Дайен не видела их. Ее окружала слава. Это напоминает об Азуза-стрит. Дети играли в прятки в славе Бога, поскольку они прятались в Его славе. Она была такой плотной. Да, она была такой густой. Это произошло. В один прекрасный день Небесный Отец явил свою славу в моей спальне. Слава была такой густой, что я не видела части спальни. Слава остановилась в центре. Я ощутила себя маленькой девочкой, потому что я хотела хорошенько узнать, что такое слава Бога. Но после этого она исчезла. Я протянула руку и взглянула на нее. После этого я спросила отца, «Почему ты показываешь славу?» Он ничего не ответил. Но у меня была вера, как у детей. Мне все еще хотелось узнать, что же это такое. Как это происходит? Тогда я не знала о детях, игравших в прятки в облаке Божьей славы. Поэтому я спросила Господа, «Бог Отец, я стараюсь жить в смирении и быть благодарной». Я сказала, «Ты вообще-то не обязан являть мне чудеса. Для чего ты сделал это?» Бог ответил, «Когда я отправлю тебя служить, люди увидят мою славу. А не тебя. Тебе нужно поклоняться мне, молиться и оставаться в слове. Люди увидят не тебя». Слова сбылись в следующее же воскресенье, когда я была в церкви. Люди сказали, «Тебя не было видно по пояс. Я видел белое облако. Кто-то видел золотое. Они видели Христа и слышали его. И одна сестра получила исцеление». Теперь расскажите о чудесах. Когда они начались? Вы понимаете, чудеса начались много лет назад. Чудеса в моем служении стали случаться именно тогда, когда ко мне пришла слава Господа. Бог являл ее в тайной комнате. Я увидела много чудес, много разных чудес в судьбах людей. Он показал мне это. И я была восхищена его чудесами. Вы видели славу в тайной комнате. Какой пример зрители могут взять с вас, и что им нужно позаимствовать из вашего опыта, чтобы получить такой же результат? Это реально. Хождение в Божьей славе отличается от нашей повседневной жизни. Мы живем в духовном измерении, и Бог являет славу. Но чтобы соприкасаться с ней и видеть ее проявление, нужно захотеть умирать каждый день для себя, вести образ жизни покаяния и жизнь сокрушения. Вам нужно изменяться день за днем. Нужно захотеть проводить время в этом сверхъестественном состоянии с Богом и пригласить Его. Я не призываю вас выключить гимны. Общайтесь с Создателем в привычной вам атмосфере и обстановке. Но самое главное – приходите в Его присутствие. Когда вы устремились к славе Всевышнего, вы оставались в тайной комнате. Да. А что еще вы делали в тайной комнате вначале? Поначалу слава Божья являлась мне в тайной комнате, и Небесный Отец возносил меня в духе. Он дал мне видение. И вот однажды я увидела темное мрачное облако на другой стороне облака славы. «Отец сказал мне, Дэн, я дал тебе власть над твоими духовными врагами. После этого я провозгласила Божье Слово перед лицом Божьей славы. Темное облако улетучилось, и голоски, внушавшие мне страх и неверие насчет моего служения, тут же затихли. Иисус Христос надавал щелчков по лбу этим бесам. В конце концов, тьма рассеялась. Бог приступил к исцелению и восстановил мое тело. Дело в том, что мне поставили диагноз синдром хронической усталости и посттравматическое стрессовое расстройство и фибромиалгию. Прямо сейчас Бог исцеляет одного из наших телезрителей от артрита и от фибромиалгии. Примите это. Сейчас вы видите приход облака славы. Просто примите ее сейчас. Это удивительно. Господь касается вас. Аллилуйя. Дайен сказала это в славе. У мужчины, которому однажды ампутировали часть пальца, отросли недостающие фаланги. Он исцелился. Бог исцелял людей, о которых она сказала. Хотите ли вы узнать, как Дайен ускоряет приход Божьей славы? В таком случае, будьте с нами. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Я просто обязан сообщить вам, дорогие мои, о том, что мы вышли из-за стола и подсели ближе к аудитории. Я сказал, Дайен, слава Господа становится ощутимей, и она сказала мне о причине этого. Слава Господа явлена не только в этой студии. Она явлена для каждого, кто смотрит на сейчас. А почему слава стала сильнее? Потому что есть жажда. Вы испытываете жажду. Ее испытывают и зрители. Это притягивает живительную влагу славы из небесных кувшинов, приготовленную Богом для этих самых минут. Я помолюсь, Святой Дух, ты самый желанный гость. Я задал Дайен ряд актуальных вопросов. Я добавил, сделайте в студии все, что скажет вам Дух Господа. Так что сделайте это. Да. Хорошо. Дайен, однажды в тайной комнате вы получали от Господа мечты и видения, которые спасли жизнь одного дорогого вам человека. Что случилось? Итак, мы с моим чудесным супругом сидели на скамьях на открытой трибуне в атмосфере Божьей славы. Супруг ушел что-то делать. Он возвращался, и я услышала громкий взрыв. Дело в том, что это происходило с нами во сне. После этого я принялась молиться о Божьей защите над мужем. На следующий день муж стоял и жег мусор на заднем дворике нашего дома. Когда раздался оглушительный взрыв, я сидела у бассейна. Я слышала его во сне. Оказывается, это взорвался аэрозольный баллончик. Господь защитил моего мужа своей чудесной славой. И это было удивительно. Взрыв был таким, как во сне? Да. Так? Да. Да. Нужно ли людям обращать внимание на сны? Вот возьмем, к примеру, меня. У меня мало видений, но Господь дает мне имена людей, и я тогда молюсь о них. Да? Вы правы. Абсолютно. Что было, когда слава Божия ощутимым образом покрыла всех, и сестра протерла очки? Она не знала, что это слава Бога. Поэтому она сняла очки и протерла их. Наша сестра снова надела очки, затем дама огляделась и закрыла один глаз, и огляделась опять. Сестре было невдомек то, что происходило тогда в зале. Святой Дух побудил меня сказать ей о том, что увиденное ею было проявлением славы. Когда я сказала ей об этом, а она уже села. Она села, а потом она подняла голову. Вскоре та сестра покинула город. Так Бог приготовил ее к важной поездке, сверхъестественно. Все это действие славы Божьей. Дайан, вы делитесь с нами рецептом ускорения прихода славы. А хотите ли вы ускорить приход славы Бога? Лично я хочу. Поэтому поделитесь с нами этим секретом. Хорошо. Что приближает приход славы? Это вера в то, что вы увидите славу Всевышнего Бога. Христос сказал, вы увидите славу, если поверите. Верите ли вы в это? Верите ли вы в это сейчас? Божья слава на этом месте, и она приходит еще больше. Если точнее, вы верите или видите? Я вижу это. Я вижу это в жизни зрителей и в жизни аудитории. Возможно, и вы видите это. Возможно, вы видите все как в тумане. Нам нужно верить, и, конечно же, нам нужно ожидать славу. Ожидать славу каждый день. Я говорю... Это очень важно. Не проморгается этот момент, хорошо? Чего вы вообще ждете? Это вы нет в Писании, но вы не получаете, потому что не ожидаете. Обратите внимание на то, что когда мы ждем чего-то, то мы знаем, что это произойдет. Итак, ожидание — это и есть ускорение проявления Божьей славы, обещанной в Библии. Как длинно. Мне повторить? Да. Хорошо. Наше ожидание славы Бога приближает исполнение воли Господа, явленной в Его Слове. Явленной в нас. Я понял. Не просите повторить это снова. Нам нужно ждать Бога. Это подразумевает убежденность в том, что это будет. Познай, что Библия — это истина. Пророк сказал, Его слава покроет землю. Пророк сказал, что познание славы Господа наполнит собой землю, как воды. Дайте несколько примеров. Примите решение жить в любви. Если не хотите любить и прощать, ничего не выйдет. Ведь любовь приводит к победе. Когда мы прощаем близких, Бог проявляет свою силу. Когда мы любим людей и прощаем их, мы прокладываем путь для явления Божьей славы и Его чудес. По-другому ничего не будет. Однажды я простила своего отца. Я простила его и проявляла любовь. Бог явил славу. Но папа не хотел каяться. Он пил 60 лет. Но из-за того, что Бог явил свою славу, мой отец отдал себя Господу за три недели до смерти. Дайан, я знаю, что такое слава нашего чудесного Господа Бога. Расскажите нам о том, как ощущать эту славу круглосуточно. Ты ощущаешь ее, когда спишь, когда идешь в ресторан или на работу, или в магазин. Что это такое? Здесь и сейчас Иисус Христос покорил меня своей славой. По сути дела, для меня это честь – ходить и жить в Его славе. Ведь я знаю, Небесный Отец всегда со мной. Мы сдаемся на Его милость, любим Его и принимаем Его отцовскую заботу и Его попечение. Тогда Он являет Свою славу. Меня это очень смиряет и покоряет. И знаете, это доступно каждому верующему, абсолютно каждому. Наш Отец желает, чтобы все Его дети ходили и жили в славе и стали ее носителями. Посмотрите, одного помазания недостаточно. Мы пытаемся выжить его из себя. Что-то делаем, но Иоанн пишет так. «Из чрева вашего потекут реки воды живой». Итак, Святой Дух работает с нами и с нашими ближними. Когда проявляется слава, это зависит от нашего Господа, от нашего Отца. Это не зависит от нас. Вся слава принадлежит только Ему. Но вы всегда живете в славе. Я тоже так хочу. Ребята, вы же тоже хотите этого, как и я. Навсегда? Через несколько секунд. Дайан высвободит эту чудодейственную славу. Я же тем временем с Верой помолюсь о том, что когда она будет делать это, вы почувствуете, переживете и увидите Божью славу впервые. Вы ощутите или увидите ее. И пятидесятники слышат шум порывистого ветра. Это слава Бога. Вы это познаете своими земными и сверхъестественными чувствами. Я просто обязан молиться с вами. Вы исполняете религиозные ритуалы на протяжении долгих лет, но вы так и не познали и не пережили Господа и Его чудесную любовь. Я и Дайан имеем такой опыт покаяния. Пусть весь мир познал Христа. А как насчет тебя? Бог не забыл тебя, дорогой мой. Я буду молиться вместе с тобой, чтобы ты узнал Христа. Поэтому повтори эту молитву. Сегодня, вслух, вместе со мной, скажи, Господь, я грешил. Прости меня. Я верю. Христос умер за мои грехи. И Его кровь смыла мои грехи. Ты простил и забыл мое прошлое. Я новый человек. Бог, живи в моем сердце. Ты мой Бог и Спаситель. Аминь. Дайан, сейчас я проведу эксперимент, о котором я, возможно, очень скоро пожалею. Итак, вперед. Дайан, пожалуйста, встаньте сейчас и помолитесь. Да. Ну как, сможете? Вера поможет? Все возможно верующему. Ого. Вот это да. Господь, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за кровь Христа. Отец, благодаря Ей мы входим в Твой тронный зал. Небесный Отец, спасибо Тебе, ведь Ты столь удивителен, дивен и славен. Дорогой Небесный Спаситель, спасибо Тебе за высвобождение и передачу славы сейчас, на это место, на эту телевиденную студию, здесь и сейчас. Отец, пусть Твоя слава сойдет на них. Пусть слава наполнит их, настигнет. Спасибо, Отец, за то, что Твоя любовь пленила зрителей. Твое сердце и Твоя слава пленили этих зрителей. Отец, спасибо Тебе, спасибо. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Вот это да. Ух ты. Смотрите в следующем выпуске. Я Дэвид Херцог, я живу в славе Бога очень много лет. Я все время вижу чудеса. Смотрите программу это сверхъестественно. И вы научитесь житься в Божьей славе и Его могуществе. Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественное», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные двум тысячным процента от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok